Братья, это очень важное шариатское правило, которое гласит о том, что тот, кто является причиной чьему-то, считается тем, кто совершил это действие. То есть, если ты являешься причиной какому-то действию, то ты считаешься тем, кто совершил это со стороны награды или со стороны греха в религии Аллаху Супан Аталию. Братья Бараку Фикум, тот, кто указал на добро, братья, Пророк Саал Саалам сказал, «Далю на ля хайри кафайли». Тот, кто указал на добро, подобен тому, кто сделал ему. То есть, ему такая же награда. Тот, кто снарядил воина, Маджаза, Газин, Факадаза. Кто снарядил воина, Пророк Саал 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 сказал, тот подобен тому, кто принимает самоучастие в военных действиях. То есть, ему такая же награда. И наоборот, братья. И наоборот. Во-первых, как в этом аяте по одному из каратов. Также в словах Пророк Саал Саал Саал, Аллах Саал Саал проклял того, кто проклинает своих родителей. Аллах проклял того, кто проклинает своих родителей. Сподвижники спросили, «А что есть человек, который проклинает своих родителей?» Проксилл сам сказал, да, это когда ты сказал ругающего какого-то человека, его родителей, и тот в ответ ругает твоих родителей, ты считаешься тем, кто сам своих родителей ругает. Видите, как брать? И поэтому, братья, исходя из этого правила, тот, кто способствует убийству мусульман, тот считается тем, кто убил мусульман. Один из шейхов рассказывает Бараку Луфику в Ираке, когда война была с американцами. Мы, говорит Бараку Луфику, вот один такой радикальный. Вот есть же вот эти всякие радикальные течения, Хезбулла, там, как они называют, Хамас, ИГИЛ, все вот эти террористические течения. Вот такой был, говорит Амир, из одного из этих террористических, Каида и другие запретные террористические течения в странах СНГ. Один из них, говорит, приказал своим, говорит, солдатам там, а там американцы были, подняться, говорит, на пятый этаж здания одного и начать оттуда, говорит, стрелять в танки американские. Ощущать оттуда, стрелять в американские танки. А в этом районе, говорит, люди знаете, как живут, говорит, о них вот если в один пятиэтажный дом, там не чужие люди, а вся семья. Дяди, тети и так далее, вот так в разных квартирах. То есть они говорят, так, если жить, будем жить вместе, если умирать, будем умирать вместе. То есть у них такой свой иракский какой-то обычай, они жили все, что в одних домах. И вот когда он нам это приказал, говорит, вот этот представитель вот этого одного из этих террористических течений, я сказал, нельзя так делать, если мы так сделаем, короче, то начнут они палить в этот дом американцы. Он нет, наставил, я, говорит, знаю, что делал, я знаю, что приказываю и так далее, и так далее. Этот шейх рассказывал, ему этот иракец рассказывал, говорит, мы, говорит, поднялись на пятый этаж, начали стрелять оттуда в танки с базуки, говорит. Потом, говорит, быстро спустя подбили один танк, потом, говорит, быстро-быстро спустись, у Аллахи, говорит, 15 минут не прошло, не прошло, прилетело, несколько ракет. Этот дом, говорит, не то, что, говорит, с землей сравняли, воронка одна от этого дома осталась. Впух и прах, говорит, со всеми теми жителями. А мы-то в подъезде поднялись, говорит, нас-то никто не видел, впух и прах. И вот тут братья Варк в вопросе, американцы террористы? Или тот, кто приказал поднять и стрелять в американцев? И поэтому, братья, ученые в наше время говорят, что тот человек, который нападает на неверующих, в тот момент, когда он знает, что мусульмане слабы, он и есть тот, кто убил мусульман. И вот когда делают, вот Усама Бильдаден взорвал два, если это он действительно взорвал, это кто, получается, убил афганцев, иракцев? Не надо, говорит, Америка. И я не защищаю ни Америку, ни Израиль. Вот это тоже правильно понимать. Я сейчас говорю, надо просто говорить языком шариата. Шариат говорит, Аллах проклял того, кто проклял своих родителей. Значит, кто, братья, убил афганцев, кто убил иракцев? Американцы или Усама Бильдаден? Усама Бильдаден. Когда сваралил эти два небескреба, если действительно у них, и они потом напали на Ирак, этот убийцей самым настоящих мусульман является Усама Бильдаден. И об этом надо везде говорить. Пророк сказал, Аллах проклял того, кто... Не сказал, что Аллах проклял того, кто в ответ, а именно ты считаешься тем, кто проклял кого? Своих родителей. И вот на это нужно смотреть. Любой человек, который нападает неверующим, когда мусульмане славы, и те начинают убивать мусульман настоящим убийцам, в весах кого? Не ваших вот этих истеричных. У нас же, мы говорим сейчас, у нас... Есть же правило, мужчина любит чем? Ой, мужчина любит сердцем, делами, а женщина любит ушами. Так как у нас сейчас мужиков не осталось в исламской общине, все же женщинами воспитаны. Помните, мы говорили, в детском саду его воспитывает. Нянечка, воспитательница, школа. И сейчас вот такой вроде бы с бородой, а сам ведет себя как баба. Ведет себя как женщина. И вот это статус и истерика там туда-сюда. Вот напали американцы на Афганистан, напали. А у них там истерика, убили и так далее. Не, мы говорим, мы истерикой вашей бабской не судим. Мы судим строго, чем весами шариата. Аллах проклят того, кто проклят. Поэтому если ты, Усам Илья, убил несколько американцев, 100, 200, 300 тысяч, они потом из-за этого убили несколько тысяч иракцев, это ты являешься убийцей в весах шариата. Не в весах вот этих истеричных, женоподобных мусульман, которые себе выставают там в статус и всякие истерики, а именно в весах шариата. Ты являешься убийцем кого? Афганцев, иракцев и других народов. Всевышний Господь говорит, они дали Аллаху спонталью должную оценку. Они сравнили себя с Господом Субханалу. Сделали сравнение по аналогии. Поставили себя на место Аллаху спонталью думать, так, если бы мне что-то не нравилось, и в моем доме бы кто-то что-то делал, что мне нравится, я бы остановил же, правильно? А почему Аллах не останавливает? Значит, ему это нравится. Значит, он доволен, что мы так делаем. И так далее, и так подобное. И они забыли, Варакууфикум, о том, что желание Всевышнего Аллаха спонталью бывает двух видов. Первое желание связанное с бытием, и второе желание связанное с шариатом. Желание Господа, Субханалу, то есть разница между этими двумя желаниями мы подробно, братья, говорили в серии уроков Люма Тультикат без кубеждений. Ссылочка будет под этим видео с дозволением Всевышнего Аллаха спонталью. Обязательно вернитесь, чтобы знать, как отвечать подобным людям. А если вкратце сказать, то желание Господа Субханалу связано с шариатом, это когда он желает только то, что ему любимо. А желание связано с бытием, что Аллах может желать, чтобы что-то в его бытие было из того, что ему ненавистно. Но это желает по какой-то мудрости. То есть есть в этом какая-то мудрость. И у нас, братья, даже есть серия уроков, которые называются «Почему Всевышний Аллах создал зло?» Часто задают вопросы. Вот почему Аллах спонталью, что вот не видит Всевышний Господь, некоторые люди даже супалудить. Ладно, это не верующие люди говорят, но мусульмане говорят слова куфрага, что Аллах не видит, что ли, как вот эти-эти убивают детей мусульманских. Куда он смотрит? Этот человек кафир, человек вышел из ислама, сам того не подозревает. Это человек баракул веку своим ограниченным понятием. Отсутствием разума судит. И хочет себя, Аллаха, сравнить с собой. Нет, братья. А если Всевышний Аллах желает чего-то, что нам кажется злом, братья, в этом есть однозначно какая-то великая мудрость, которую мы не видим и не понимаем, братья. Мы давали уроки и говорили, что в наше время много говорит о несправедливости, о том, что неверующие убивают верующих и так далее, и везде об этом кричат и так далее, и тому подобное. А я в уроке сказал, а где мы видели столько в статусах, чтобы кто-то выставлял то, что предает Аллаху сотоварищи, то, что поклоняется кому-то Всевышнему Аллаху по наатали. Мы же сказали, варакул веку, неживые существа, разумнее многих людей. Приводили вам птичку удот во времена Сулеймана, который прилетел из страны неверующих. Вы думаете, в стране неверующих и беспредела не было? И при этом, когда спросил, где ты был, самое ужасное, что он увидел, что она увидела, этот гудуд увидел, самое ужасное, что? Потому что они поклоняются Солнцу. Я нашел ее, и народ, что они поклоняются кому-то, поклоняются Солнцу, помимо Всевышнего Аллаха. Братья барак, луфику, Всевышний Аллах говорит, Готовы небеса развернуться. Открыться земля, рассыпаться горы. Из-за того, что иудеи убивают мусульманских детей, сказал? Нет. Из-за того, что они приписывают ребенка, рахману. Эти неживые существа, горы, посмотри, ты если не соображаешь, обернись, посмотри на гору и скажи, гора, из-за чего готов развернуться. И вот мне один показывает комментарий, говорит, одно другому не мешает. Да, хорошо ты сказал. И ему хорошо, один брат ответил, одно другому не мешает. Вот вы уже сколько пищите о несправедливости кого-то, к мусульманам. Вот начните, наконец-то, призывать чему? К единобожию. И предостерегать себя, свои семьи, своих родных от чего? Отширка. И в Аллахе, биллягит Аллахе, Всевышний Аллаху сп. Исправит ваше положение. И избавит вас от несправедливости этих людей. И избавит вас от несправедливости этих людей. И никакой неверующий никогда не посягнет на тебя. Потому что об этом сказал Всевышний Аллах. Ваад Аллаху лязина. Аману, амилю ссуалихатиминку. Ляистахлифану филар. Аллах сп. Обещал тем из вас, кто уверовал и совершал благие, дела. То есть, уверовал акида, пророк салса. И совершал правильные дела по сунне пророка салалаху салям. Аллах сп. Обещал и сделать наместниками на земле. Аллах сп. Обещал, и заменит вам так же в этих аятах. И сказал, заменит ваш страх на безопасность. Но все это при каком условии? Я обуду на ней. Да, туш реку на вещах. Предавайте, поклоняйтесь меня одному и не предавайте мне никого, что товарищи. А просто истерика, крик, плач. Просто в наше время мужчин не осталось, братья. Валлахе не осталось мужчин. Когда пожар, просыпается муж с женой, у них дети. Как реагирует мужик обычно и как реагируют женщины? Мужик вскакивает, бежит, берет документы. Самое основное еще, детей сюда, жену сюда и вытаскивает. А жена просто кричит на кровати, сходится с головой. А, кричит пожар, пожар, мы сгорим, мы уврем, все мы сгорим и просто орет и орет и орет и орет. Правильно или нет? А мужик действует. Правильно или нет? Хватит орать в статусах своих. Начните действовать. И действовать так, как вам узаконил Аллах. А это вернитесь к таухиду и распространению единобожьей. А потом все эти вопли поднимать. Аллах говорит дальше.